я уверовал я начал читать писание начал читать книжки все вот то что мог найти и бог благословлял в этом плане значит и работал на одной работе и вот к моим шефом приходил постоянно травин кишиневской общины сеня многие его знают все нет из дырка и в какой-то момент вот мне захотелось именно еврейского прославления то есть вот как евреи поют и славят господа я попросил его чтобы вот он мне принес музыки он принес на диске значит я вставил в компьютер открывает диск и говорит вот эти вот папочки а там я рассмотрю там папочка такая учебные материалы я говорю это что можно скопировать им говорит копируем короче взяла эту папочку себе значит начал ее читать а там как раз вот вот мессианский иудаизм значит я эту папочку потом со временем сам начал дополнять еще книжками файлами с интернета все это когда я приехал в мжбай значит саша шеенога сидел за компьютером тоже тему говорю слушай у меня тут есть материалы можешь посмотреть может что-то пригодится разберется что-то знакомая папочка только содержимое немного отличается от того что когда-то в ней было где взяла гриусе не дал он горит а ясно горит сеня когда закончил мжбай попросил сашу чтобы тот собрал вот сборник такой сделал материалов по мессианскому иудаизму сеня это взял папочка попала ко мне я ее приумножил она вернулась к сашу уже в расширенного варианте таком вот так вот реализовалась пускайте хлеб по водам я начал изучать эти материалы первое что меня заинтересовал ее тогда же обратился к сене нашел говорю послушай сеня меня интересует вопрос истории израиля в чем вообще суть вопроса значит вот как бы в библии мы видим от авраама до разрушения иерусалима да значит ученики разошлись начали проповедовать евангелие начали неевреи обращаться все нормально говорю в церкви мы говорим про евреев мы читаем еврейские писания написанные евреями написанные для евреев и для уверовавших из неевреев а вот последние две тысячи почти две тысячи лет истории еврейского народа никто никогда в церкви не подымает вот где этот вот такой вот мощный пласт говорю да мне какую-нибудь литературу на эту тему значит его мне тогда принес книгу автор даниил грубер называется церковь иудеи и там как раз таки начиная от авраама и заканчивая нашим временем описывается вопрос взаимоотношений между этими двумя категориями верующих людей верующих в единого бога верующих силу определенных обстоятельств немножечко по-разному вот я все вот это вот читал изучал это была первая книжка потом я прочитал корень книжку по-моему называется ветхозаветние корни мессианского иудаизма это пособие тоже какое-то было такое интересное глубокое там очень много истории было потом тора новый договор потом короче много всякого разного уже там интернет появился сам начал лазить искать находить что-то много всякого разного читать значит я увидел что вот традиционно христианской церкви почему-то вот отсутствует вот этот вот период истории даже вот когда к нам в мжбай приезжал помощник пастыря из моей церкви чтобы преподавать историю церкви значит вот он дал достаточно много нам информации вот начиная от апостолов и заканчивая нынешним временем но о том что в это время происходило с еврейским народом информации практически никакой и ну скажем так 8 лет находясь вот кишиневе в церкви я то есть вот 2008 2000 на мне покаялся вот где-то в 2002 меня эта тема заинтересовала история израиля значит как народа и 6 лет в кишиневе я вот изучал самостоятельно все вот эти вот материалы следовал столько мощных откровений получал пытался делиться там с братьями сестрами в церкви не только говорили типа да зачем тебе это надо что ты носишься с этими евреями доставьте их в покое мне это было странно то есть интересные реально интересные полезные вещи вот людям готовые на блюдечке выдаешь а их это не интересует совершенно я тоже господу не разу задавал такой вопрос говорю господь зачем ты мне все это даешь если дать это некому значит но слава богу вот когда я уже сюда приехал я понял что все таки есть период подготовки это знаете как израиль вот история израиля от синая до и шо это вот был именно период подготовки еврейского народа проповеди евангелия значит вот так же и в моей жизни сложилось что был период когда я вот принимал принимал когда приехал сюда оказалось что есть множество людей которым это интересно которым это полезно которые действительно хотят это знать не довольствуются тем уровнем которые им дают значит и ищут углубленных познаний причем не просто для того чтобы знать не просто для того чтобы вот быть в курсе скажем так ну знаете как говорят что чужой монастырь со своим уставом не лезут да и вот есть категория людей которая хочет это знать для того чтобы не доставлять дискомфорта людям среди которых находится есть люди которые хотят знать просто чтобы знать значит а есть люди которые хотят это знать для того чтобы адекватно доносить эту информацию до евреев неевреев значит причем скажем так вот то что мы здесь вот изучаем то что касается мессианского иудаизма неверующим людям в принципе вообще не нужно поэтому мой вам совет даже не пытайтесь это рассказывать кому-то из неверующих потому что неверующим и прежде всего нужны евангелие примирение с богом значит но эта информация это уже действительно как твердая пища которая нужна во первых иудеям значит для того чтобы они посмотрели на свою историю немножко по-другому то есть преподнесение адекватно всей этой информации потому что тут очень много подводных камней болезненных тем значит и эта информация очень важна верующим христианам для того чтобы действительно осознать свое место в царстве божьем свое призвание свое предназначение чтобы случайно не занять чужое или случайно пропустить что-то свое понимаете насколько я понимаю это это к теме не относится и принципе просто так я понял он микрофон есть задавайте вопросы в микрофон хорошо как вопрос обстоит тогда с ортодоксальными время которое на протяжении двух тысяч лет вот от того времени история их вот по сей день синагоги и все 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 то что вот мы видим сейчас как они свою историю сохраняет даже не дождь сохраняя доведут храм разрушился и по сей день где-то записи есть масса книг на эту тему ну вот есть одна книга вот из которой я кстати говоря сейчас вот это вот цитирую называется бог евреи и истории автор макс даймонд память не изменяет значит но по фамилии точно найдешь в рейбок и история и но книжкой честно говоря когда читал я получил массу интересной для себя полезной информации хотя сам этот человек это раввин из но из реформисты по моему они называются которые там них и женщины могут быть раввинами ну то есть это такие как бы модернизированный иудаизм значит и читаешь иногда задаешься вопросом а вообще сам автор книги верит существование бога или нет но при всем при этом вот благодаря тому что он не относится предвзяток христианам значит он дает достаточно точные такие вот оценки тех или иных событий взаимоотношений евреев и христиан потому что скажем евреи евреи говорят что вот христиане очень сильно преследовали прессовали евреев особенно вот во время средневековья там вот все вот эти вот времена мрачные такие значит он же говорит что ну послушайте на самом деле достаточно много исторических фактов говорящих о том что христиане и христиан прессовали за ереси то есть на самом деле страдали как евреи так и те которые действительно желали знать бога и желали знать писание прессовали и тех и других значит и понятно по какой причине инквизиция это не было божьим мероприятием скажем так для церкви это не есть божий план спасения и поэтому понятно что тот кто стоял за всем этим хотел уничтожить как евреев даже если они не верят вишу такие тех кто верил вишу но верил не так как это вот диктовалось с кафедры то есть людей думающих размышляющих то есть на самом деле существует масса книг есть книжка называется тропами еврейской истории это вот то что я знаю то есть но есть много литературы это как правило именно еврейская литература то есть вот ты можешь найти эти книги и в интернете приобрести это также можешь воспользоваться бесплатной возможностью израильский культурный центр еврейский культурный центр посохнут как правило в таких организациях всегда имеются библиотеки можно прийти и почитать не бояться что там как-то посмотрят на тебя если ты проявляешь интерес к еврейству они только только за главное не сильно показывая что ты много знаешь потому что тогда начнут косо на тебя смотреть то есть вот так вот я ответил на вопрос по поводу еврейских источников на самом деле есть вся эта информация при желании можно это все изучить ну что давайте мы по поводу способов изучения истории то есть последнее что мы так обозрели это теория маркса то есть средства производства определяют социальный строй пятый способ интерпретации истории очень отличен от экономического он основан в начале 20 века профессором зигмундом фрейдом эта школа утверждает что социальные институты и вообще вся человеческая история является результатом подавления подсознательных антипатий цивилизованность говорит историк психоаналитической школы может быть достигнута только ценой отказа от таящихся в нашем подсознании безграничной похоти жажды убийства тяги кровосмешению садизму насилию только подчинив свои подсознательные импульсы человек может обратить свою энергию в творческое цивилизованное русло формы человеческой культуры и искусства как говорит психоаналитик зависит от того какие именно импульсы человек подавляет насколько надежно он их подавляет и какие методы используют для подавления психоаналитический это психоаналитическая школа психоанализ это же основанный Зигмундом Фрейдом исследуется человеческая психика сознание подсознание шестой подход философский тремя его главными выразителями являются немецкий философ Георг Вильгельм Фридрих Гегель русский философ и историк Освальд Шпенглер и английский историк Арнольд Тойнби хотя их конкретной интерпретации истории различна у них есть нечто общее каждая цивилизация утверждают они следует более или менее предсказуемой схеме они рассматривают каждую цивилизацию как нечто живое подобно живому существу она имеет свое младенчество детство юность зрелость старость и наконец неизбежный конец длительность жизни данной цивилизации по их мнению зависит от тех идей и идеалов на которых она основана философская интерпретация истории стремится скрыть внутренние источники развития всех без исключения цивилизации с целью обнаружить присущие им общие черты по мнению шпенглера цивилизации заранее обречены на смерть они проходят через весну своего возникновения созревают в лето своих величайших физических достижений вступают в осень своих интеллектуальных вершин клонятся к упадку в свою зиму и наконец умирают в 1918 году когда Англия была в зените своего могущества а Россия и Китай являлись третьеразрядными державами Шпенглер в своей книге «Закат Европы» утверждал, что западная цивилизация вступила в зимний период своего цикла и должна погибнуть к 23 веку ее сменят славянская Россия или синская Китай цивилизации которые сейчас переживают весну своего развития такой взгляд на историю называется циклическим поскольку согласно этой трактовке каждая цивилизация имеет начало середина и конец наряду с циклическим подходом существует линейная концепция Тойнби она изложена в его исследовании истории Тойнби утверждает что отдельно взятая цивилизация не представляет собой независимо замкнутого целого она составляет этап эволюции от нижних форм к высшим так например исламская цивилизация возникла из иранской и арабской культур которые в свою очередь были порождены так называемым сирийским обществом следовательно утверждает Тойнби исламская цивилизация вовсе не была обречена на исчезновение она развилась бы в еще более высокую культуру если бы могла справиться с трудностями возникшими перед ней в 13-14 веках по мнению Тойнби развитие цивилизации может продолжаться бесконечно при условии если найден путь решения проблем поставленных перед ней историей поскольку история евреев не укладывается ни в одну из этих схем Шпенглер вообще игнорирует их а Тойнби посвящает им случайное замечание в котором характеризует евреев как историческую окаменелость не будь Шпенглер и Тойнби в таком плену у предвзятых и ложных концепций в отношении еврейской истории им стало бы ясно что она вполне поддается описанию при использовании их метода анализа в этой книге мы пытаемся с помощью их теории пролить свет на кажущееся невозможное выживание евреев культ личности это седьмой вид интерпретации истории сторонники этой школы утверждают что ход события определяется волей великих людей если бы не Вашингтон говорят они не было бы американской революции если бы не Робеспьер не было бы французской революции если бы не Ленин не было бы русской революции люди создают события утверждают историки этой школы в полном контрасте в контрасте с историками экономической школы согласно которым напротив события создают людей восьмая трактовка истории религиозная одновременно и самая древняя и самая молодая лучшим примером подобной трактовки является Библия при таком подходе история рассматривается как борьба между добром и злом между моралью и аморальностью вплоть до недавнего прошлого еврейская история чаще всего рассматривалась с этих позиций современную эпоху толкование истории с позицией религии было в значительной мере скомпрометировано но авторы нового направления теологического экзистенциализма католик Жак Маритен православный Николай Бердяев протестант Пауль Тилих и еврей Мартин Бубер смогли восстановить авторитет этого подхода к описанию истории они утверждают что хотя Бог непосредственно и не вмешивается в ход истории но тем не менее все происходящее определяется той взаимосвязью которая как убеждены люди существуют между ними и Богом сегодня все мы одержимы верой в силу так называемых научных фактов поэтому мы склонны забывать что историю в значительно большей степени формируют обычные люди с их не научными недоказуемыми идеями а не рациональные обстоятельства это особенно справедливо в отношении евреев Мартин Бубер считает что сквозной темой всей еврейской истории являются отношения между евреем и его Богом Яхве с точки зрения еврейской религиозной трактовки истории еврейские экзистенциалисты считают что поскольку Бог наделил человека свободой воли человек может по своему выбору обратиться к Богу или отвернуться от него он может действовать во славу Божью или против него то что происходит между человеком и Богом это и есть история по еврейским представлениям не всякая удача обязательно обусловлена Божьим благословением этого я наджимая к тому neben когда было девочки он что это но есть это не я Продолжение следует... 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 наказание неминуемо. Так вот, этот вот писатель Айзек Азимов, он сам атеист, но при всем при этом, когда я читал, у него есть цикл произведений, называется «Фонд» или «Основание», значит, и оно просто получается такое очень историчное. Его раннее творчество описывает какие-то этапы развития человечества в будущем, значит, и вот чем дальше он развивался, как бы, в своем творчестве, тем более позднее, тем более дальше будущее он описывает. А вот этот вот цикл, он вообще вот как будто бы объединяет все его прежние произведения и создает, ну, как бы, историю будущего человечества, да, значит, и картина человечества весьма и весьма плачевна. В каком плане? Значит, галактика практически вся освоена, 20 миллионов населенных миров, населенных планет, значит, где живут люди, и все это сообщество в основной массе объединено империей, то есть это такая единая галактическая империя. Значит, и существует робот, который в свое время был создан человеком, но, ну, короче, вот если помните, кто-то, может, смотрел фильм «Я робот», значит, то есть это же по Азимову как раз написано, то есть вот тот робот, он создан был нестандартным, с возможностью самосовершенствоваться, со свободой выбора, значит, то есть подобный человеку, значит, и вот, короче, вот был создан такой робот, и он со временем совершенствовался. Прошло много тысяч лет, он там, скажем, менял себе, ну, скажем так, носитель своего разума, ну, он обновлялся, естественно, база наполнялась, короче, и вот руководствуясь тремя законами робототехники, в которых говорится о том, что робот должен заботиться о благосостоянии человека, вот он как бы занял позицию такую хранителя человечества, значит, он вел такую как бы закулисную жизнь, ну, то есть у него был свой план, своя программа, все это, он видел, что человеческая империя, вот эта вот галактическая, идет к развалу, и он не знал, как этот вопрос урегулировать, как спасти человечество, значит, пока на одном математическом симпозиуме он не услышал доклад, значит, там один ученый разработал психоматематическую теорию прогнозирования будущего человечества, идея такова, что, ну, вот, сами посудите, вот, человеку дана свобода воли, свобода выбора, да, значит, при этой свободе возможно ли предсказать стопроцентно поведение человека в той или иной ситуации? Стопроцентно невозможно предсказать, то есть процент вероятности весьма низок, что мы вычислим, вот, правильно, ну, однозначно, вот, как поведет себя человек в той или иной ситуации, благодаря его свободе выбора. А если мы возьмем группу 10 человек, насколько вероятно предсказать поведение этой группы? Еще меньше. А если мы возьмем миллиард людей, или вот сейчас, вот, сколько миллиардов на земле уже? Почти семь. Почти семь. Вот семь миллиардов свободных людей. Насколько вероятно предсказать их поведение? Практически вероятность сводится к нулю. Но он посмотрел на это несколько по-другому. Вот кто-то, может быть, помнит из школьной физики теория газов. Вот поведение одной молекулы, траекторию одной молекулы, предсказать практически невозможно, потому что она, сталкиваясь, по ходу, с другими молекулами, может в любой момент изменить траекторию движения. Значит, а если мы возьмем много молекул, вот, скажем, объем одной банки или бутылки, там очень много молекул, я не знаю, сколько это в цифрах, как это выразить, насколько возможно прогнозировать поведение газа в этой бутылке или в этой емкости, в этом объеме, когда их много, если про траекторию одной невозможно предсказать. Так на самом деле, смотрите, чем больше объем газа, тем более закономерно он себя ведет. И вы знаете, в отношении человечества это, оказывается, тоже работает. Ну, то есть вот вы слышали, есть такой термин социальная психология или психология масс, психология толпы, да? То есть на самом деле, чем больше группа людей, тем более прогнозируемое ее поведение, тем легче ею управлять. А теперь давайте посмотрим на историю Земли, историю человечества с точки зрения Бога. Вот, легко ли было управиться с одним Адамом? Вот он захотел пойти против Бога и пошел. И все. Ну, то есть направить одного человека в нужное русло, даже Богу, достаточно сложно. Понимаете? И предсказать будущее человечества, представленное одним человеком, невозможно. Поговорим после перерыва дальше. Субтитры создавал DimaTorzok Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова